Здравствуйте! В эфире новости на городском телеканале ЮТВ. О важных и интересных событиях этого дня расскажу вам я, Екатерина Роженко и мои коллеги. Перейдем к главным темам выпуска. На акцию против повышения пенсионного возраста в Оренбурге пришли 700 человек. Авиакомпания «Ямал» будет перевозить пассажиров по направлению Москва-Орск. Культурным событием выходных стал День молодежи. После победы сборной России над сборной Испании улицы областного центра заполнили шумные фанаты. Об этом и многом другом далее в выпуске. 1 июля по всей стране прошли акции против повышения пенсионного возраста. Самый массовый митинг состоялся в Омске. На него пришло около 3000 человек. О задержаниях или каких-либо инцидентах на акциях пока не сообщалось. 1 июля говорим о повышении пенсионного возраста, повышении налога. Большая просьба каждому обратиться к депутатам законодательного собрания с требованием не поддерживать эту реформу. Вы против? Пожалуйста, поднимите руку. Неужели вот этого количества людей недостаточно, чтобы власть нас услышала? Неужели недостаточно? 317 рублей в день – это на пропитание для того, чтобы протянуть до следующей пенсии. Это унизительно на сегодняшний день. Сниму два этих лет, пока не улетят зарплату, как минимум до европейской. Это мой город, и я буду за него бороться, как брянская волчица. Буду рвать свет зубами. Они тяжелиться. Они вам надоели или нет? Надоели! Надоели! Там Киселев, Соловьев, которые сегодня уже рекламировали о том, что все хорошо, как сейчас по России одиноправдывают, да, повышение пенсионного возраста в различных ток-шоу. Поэтому главное – не молчать. Вы будете молчать! Митинги прошли и в Оренбургской области, сразу в нескольких городах. В Оренбурге, Орске, Медногорске, Кундуке и Тюльгане. В областном центре на митинг пришло около 700 человек, по версии организаторов. Сегодня работодатель отчисляет с каждой зарплаты 22%. То есть вы, если видите 20 тысяч рублей, 25 тысяч рублей, вы обходитесь к работодателю. То есть 5 тысяч рублей каждый месяц вы отдаете в ПАКИ у Тюльганого фонда. Немного косметики – 5, умножить на 12 месяцев. И на 40 лет примерно столько ответственный работник будет работать. Получается 2 миллиона 400. Вот эти 2 миллиона 400 уходят никуда. Это мой гражданский долг. Нельзя допустить такого. Я даже по себе, мне 51 год, и я чувствую, силы истекают. Что будет со мной в 63 года? Кто меня будет держать на работе? На пенсию на следующий год надо было идти. Теперь придется через год еще и по-ихнему. Вот поэтому я недоволен. Высказать свою гражданскую позицию, поддержать других людей. И вот товарищам еще 4 года прибавляют, в общем-то, несправедливо. И так люди не доживают зачастую. Сами уже как бы приближаемся к тому возрасту, к пенсионному, скажем так. Сами столкнулись с проблемой, что невозможно устроиться на работу после 45. Хотя вот мне уже 51, я проблемы это ощутила на себе. Два года искала работу, но сейчас как бы у меня есть работа. Но не факт, допустим, что я здесь смогу работать на этой работе до пенсионного возраста. Опять же, будут ли нас терпеть пожилых людей? Если мы вдруг не станем справляться с обязанностями, естественно, нас терпеть никто не будет. А где мы еще найдем работу? Как мы будем жить? Я на пенсию вообще-то уже 9 год. Но два сына у меня растут, дочери есть. Они не доживут просто на пенсии. Поэтому я против. 65 лет все-таки это многовато для нашей страны. Хоть и говорят, уровень жизни поднимается. Не поднимается. И здравоохранение еще заставляет желать лучшего. Рано нам еще с 65 уходить. Молодежь, вы первые пострадавшие будете от этой реформы пенсионной. Вы первые пострадавшие. Поэтому не сидите дома, объединяйтесь и выступайте. И рамите интернет и прочие остальные средства массовой информации. Я еще даже работать не пошла. А я уже волнуюсь, когда я вырасту, мне не будут платить вот 6 тысяч. А может я вообще до пенсионного возраста не доживу. Повысить до 75. Вы видите, что творится вообще? Я не хочу уходить на пенсию в 65 лет. Я считаю, что вообще советское, то, что для нас сделал Советский Союз, то, что после Российской империи сделал для нас пенсионный возраст, все, чего добился, все это власти наши разрушают. Они отнимают у нас все больше прав и свобод. Прибавляют пенсионным возрастом, повышают цены на бензин, которые в других странах стоят копейки. Люди работают сейчас с пенсионным возрастом, с преклонным возрастом не потому, что они хотят работать, а потому, что кушать им нечего. Потому что, посмотрите, пенсия 7-800, ну это же смешно. Поэтому люди работают, а не от того, что они такие здоровые, и мы так хотим работать. Но я болею за тех, кто работает на самой трудной работе. Это шахтеры, это строители. Почему их никогда никто по телевизору не показывает? Понимаете, самую трудную работу выполняют наши мужчины. А почему они должны выходить в 65 лет? Я надеюсь, что прислушаются, хотя бы прислушаются. Услышать не знаю, насколько услышат, но хотя бы прислушаются. Потому что, смотрите, сколько народу вышло. Мы же не единственная область, не единственный город, в котором вышли. Надеюсь, что услышат. И сегодня наш главный лозунг – это выходить, заявлять, и народу заявлять о своих правах. Я думаю, бесполезно все это. Что государство решило, наверняка они то и сделали. Но опять же, от народа зависит. Если народ будет более напористым в этом плане, и будет отставить свои интересы, может быть, что-то изменится. Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста депутаты планируют одобрить уже этой осенью. Согласно ему, мужчины смогут получать пенсию с 65, а женщины с 63 лет. Таким образом, власть собирается увеличить размер пенсии. Со слов депутатов, продолжительность жизни выросла больше, чем на 30 лет. И поэтому пенсионеров становится больше, чем молодых. Тем временем, результаты опроса ФОМА показали, что электоральный рейтинг Владимира Путина за неделю упал с 62 до 54%. Это произошло после объявления о грядущем повышении пенсионного возраста. Авиабилеты по маршруту Москва-Орск доступны к покупке. Авиасообщения между двумя городами возобновятся 1 октября. Перевозки будут осуществлять компания «Ямал». Информацию об этом разместил портал «Урал-56». Также на сайте говорится, что билеты можно приобрести по цене от 7 тысяч 100 рублей до 50 тысяч. Отмечу, самолеты по этому направлению не летали с 12 июня. Компания «Нордавиа» отказалась от обязательств из-за нерентабельности полетов. Ранее перевозки по этому направлению производили саратовские авиалинии. Напомню, самолет этой компании разбился 11 февраля. Погибли все пассажиры и члены экипажа. В Оренбурге отметили День молодежи. Одной из площадок праздника стал Парк Перовского. Там разместилось несколько развлекательных площадок. Оренбуржцы смогли побывать на пеной вечеринке, послушать музыку и записаться в волонтеры на форум «Евразия». Сегодня молодежь очень активная. Наверное, она всегда такая была. И сегодня мы сошлись в том, что необходимо предоставить площадки для какого-то активного себя проявления. В том, чего в городе Оренбурге еще не было. И вот сейчас на ваших глазах происходит турнир по инженерному творчеству. Это проходит впервые в городе Оренбурге. 10 команд собирают машину Голдберга, соревнуются в этом. Здесь есть и представители учебных заведений, и представители общественных организаций. Последний день подачи заявок с 30 июня. На сегодняшний день заявок уже подано более 600 штук. После чего обрабатываем заявку и уже приглашаем непосредственно на собеседование. На собеседовании мы выделяем качества, такие как осознанность, работа в команде, стрессоустойчивость. Собеседование проводится не больше 30 минут. Проверяется не только уже выше перечисленное качество, но и знание иностранных языков. По результатам собеседования мы уже принимаем решение, будет ли тот или иной волонтер принимать участие в проведении фестиваля. Стать волонтером Евразии это некий большой опыт, это тем более международный форум и общение с другими странами, тем более их более 80 стран. Для меня вот лично волонтер Евразии это некая мечта. Сборная России впервые за всю историю попала в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу. В одной восьмой в серии после матча в Ахпенате домой отправились испанцы. Такое событие не прошло мимо оренбуржцев. Как отпраздновали победу в городе, расскажут мои коллеги. Россия и Испания. Еще задолго до начала поединка многие предрекали нашей сборной вылет с домашнего мундиаля. Испанцы были фаворитами всего чемпионата, что уж говорить о матче с россиянами. Но, как показала практика этого розыгрыша, фавориты склонны проигрывать. Поединок для российских болельщиков начинался не самым лучшим образом. На 11-й минуте Сергей Игнашевич в борьбе с Серхио Рамосом отправляет мяч в сетку собственных ворот. И Россия 90% времени сидит на своей половине поля в поисках шанса и находит его в конце тайма. Арбитр указывает на точку за игру рукой пики. Артем Дзюба с 11 метров не промахивается. Далее, вплоть до серии послематчевых пенальти, испанцы доминировали, но реализовать превосходство не смогли. Ну а что было в конце, думаю, вы помните сами. АПЛОДИСМЕНТЫ Испанцы накануне отправились домой вслед за аргентинцами, португальцами и немцами. А вот оренбуржцы отправились на улицы праздновать долгожданный успех нашей сборной. Там святали яблони и игрушки, наплыли кумары над рекой. Мы ходили на берег, Катюша, на высокий берег, на крупной. НОСИЧЕПИОН! КОНЕК ИПОНЕК ЛИРИЧЕСКИ Славься отец и славяge, КОНЕК ГРАШНИЙ , Славься отец и славяги, Играет гор Hippin' О abusи и carried my Print, Он Brew Llame Главные гуляния развернулись на советской. Люди скандировали «Россия, Россия», пели «Катюшу», а проезжающие мимо охотно сигнали. Много людей съехались отмечать победу к национальной деревне. В спальных районах также было шумно. Практически каждый водитель в этот вечер считал нужным не отпускать гудок своего автомобиля. Некоторые вовсе запускали салюты, которые, видимо, сохранились после хоккея. Несмотря на то, что подавляющему большинству людей с утра нужно было на работу, крики на улице не смолкали примерно до двух часов ночи. И многим закономерно это стало надоедать. Я все понимаю. Радость за Россию. Но как-нибудь можно не орать на всю улицу и сигнались, будто из зоопарка выпустили? Имейте уважение к тем людям, которым на работу, и к тем, у кого есть маленькие дети. Дочка и так плохо спит из-за зубов и жары. А тут еще быдло повыскакивали. Ребенок вздрагивает от криков и гудков. Приходится окна закрывать. Комментарии под постом разделились на два лагеря. Одни предсказуемо соглашались с автором поста, ссылаясь на детей. Другие, наоборот, не всегда цензурно просили потерпеть. Ведь такое не каждый день бывает. Среди комментаторов были и те, которые возмущались, что россиян больше волнуют результаты сборной по футболу, чем пенсионная реформа. К футболу равнодушен. Гораздо большее ликование в душе у меня вызывает то, что я могу до 65 лет проработать на благо России. Надеюсь на то, что и все россияне разделяют со мной радость. Если в этот раз большим сдерживающим фактором был рабочий понедельник, то следующий свой матч сборная России проведет уже в субботу. А значит, в случае победы нас ожидают еще более шумные и массовые гуляния. Алексей Чернов, Максим Марарик, городской телеканал ЮТВ. На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте utv.ru, а также в приложении Fanet TV, которое можно скачать в App Store или Google Play. Если у вас возникли вопросы, звоните по номеру 09388. С вами была Екатерина Роженко. Всего доброго. Оставайтесь на ЮТВ. Субтитры создавал DimaTorzok